2000 год. Тюльпан на Сашином плече появился случайно. Шла из института, настроение паршивое, погода дрянь, а на пути тату-салон с красивым названием Клеопатра Плюс. И вся витрина в потрясающих фотках. Брутальные мужики, загадочные дамы. Саша из любопытства заглянула. Салон оказался пуст. Ей все обрадовались, администратор кинулась варить кофе, а бояшка-мастер принес каталог. Обещали анестезию, комфорт, а еще уверяли, что после татуировки вся жизнь меняется. Любой вам подтвердит, сознание обнуляется. Начинаешь строить судьбу заново, как сам хочешь. Демонически мерцая глазами, уговаривал татуировщик. Деньги были, и Саша решилась. Колоть оказалось почти не больно. Побрызгали спреем, сделали укольчик. Мощный вентилятор охлаждал, грохот музыки вгонял в транс. И картинка выглядела почти красиво. Тюльпан с элементами крови. От унылого настроения не осталось и следа. Но через час действие анестезии закончилось. Рана распухла, и самочувствие стало просто адским. Будто не крошечный цветок, а целый сад ей на предплечье выкололи. Адский сад. Сад-изм. Саша вернулась домой. Тихо проскользнула в свою комнату. Заперла дверь, вцепилась зубами в подушку. За стеной на кухне мама грохотала посудой. Что-то втолковывало отцу, пытаясь перекричать его телевизор. Взрослую дочку родители не тревожили. А так хотелось, чтобы вошли. Приласкали, поговорили, пожалели. По-настоящему. Увы, Саша давно усвоила. Жаловаться предкам себе дороже. Сочувствие получишь на копейку, зато морали выслушаешь на пару миллионов, не меньше. Двойка? Сама виновата, не выучила. Горло болит? Нечего мороженое зимой есть. Лучше все проблемы самой решать. От простуды втихую проглотить таблеточку. Царапину на машине ликвидировать у гаражных умельцев. И сейчас тем более смешно ждать сочувствия. Татуировка, увечья, нанесенная по доброй воле. Ничего, перетерпим, скроем, а родителям покажем ближе к лету. В салоне сказали, больное место не травмировать, одежду по возможности не носить. Спала Саша голышом. Утром к завтраку пришлось надеть кофту. За ночь место татуировки распухло еще больше. Когда ткань задевала рану, появлялось желание взвыть. Но родители не замечали ее кислого вида. Утро. Отец с отрешенным видом уткнулся в газету. Мама мечется между сковородкой с оладьями и холодильником. — Саша, передай мне хлеб, — попросила мать. А хлебница у них устроена неудобно, в щелке между микроволновкой и сушкой. Саша потянулась, сделала неловкое движение, задела руку, скривилась от боли. В лицо ей, к счастью, никто не посмотрел, и девушка порадовалась. Пронесло. Но тут вдруг отец спросил, — А что это у тебя на рукаве? — Просто грязь. Сейчас переоденусь. Саша постаралась, чтобы голос звучал беззаботно. Но родители уже переглянулись, насторожились и немедленно ринулись в атаку. — Саша, не морочь мне голову. Это кровь! — тоном прокурора молвил отец. — Не скрывай от нас, что случилось! — вскрикнула мама. — Это ножевое ранение? — Да просто царапина! — попыталась понизить накал страстей девушка. Но отец строго потребовал. — Снимай кофту! Саша, морщась от боли, повиновалась. — Какой ужас! — ахнула мать. — Только подумать! Ты ведь приличная девушка! Зачем ты сделала это? Зачем? — Как зечка теперь! — пригвоздил папа. — Все будут думать. Зону топтала. — Те, кто топтал, купола церковные себе колют! — буркнула Саша. — По количеству лет отсиженных. Но родитель продолжал обливать презрением. — А ты подумала, как это будет выглядеть, когда тебе будет лет восемьдесят? — Тюльпан на обвисшей коже! Ну и картина! — Я где-то слышал, — растерянно произнесла мама, — что татуировку можно легко свести. Но только надо это делать немедленно, пока рана свежая. — Давай узнаем. Я сейчас позвоню. — Не буду я ничего сводить, — возмутилась дочь. — И не надо на меня смотреть, как Ленин на мировую буржуазию. Что такого страшного я сделала? Не ограбила, не убила. А татушки сейчас у всех. — Ну да, — поджала губы матушка. — У всех, кто больше ничего продемонстрировать не может и ничего из себя не представляет. С отчаянным лицом шваркнула на тарелку подгоревший оладушек. Убитым голосом произнесла. — Что будет дальше? Оранжевые волосы? Кольцо в носу? Саша сделала вид мне все равно, хотя больше всего ей сейчас хотелось расплакаться. Тоже мне родители, семья. Они даже не попытались спросить, зачем? Было ли больно? Почему именно тюльпам? Впрочем, так шло всю жизнь, с раннего детства. Отец Иван Олегович сразу расставил приоритеты. Он — мужчина, кормилец. Работа превыше всего. И вообще девочку должна воспитывать мама. Ну, Ольга Егоровна та пыталась. Приобщала дочку к шитью, кулинарии, рвалась поиграть с ней в куклы, стать подружкой. Точнее, не так. Дочку превратить в любимую игрушку, наряжать ее, поучать, причёсывать, наказывать. Но Саша будто назло уродилась не куклой, а стойким оловянным солдатиком. Дружила с мальчишками, хулиганила, играла в футбол. Обожала технику. В первом классе лично починила розетку. Мыслила по-мужски. Слезами своего никогда не добивалась, что не по ней сразу в драку лезла. «Я ждала совсем не такую дочь», – вырвалась однажды у мамы. А папа неуверенным тоном утешил. «Давай переходного возраста подождем. Может, гормоны взыграют и расцветет?» Но и в подростковом возрасте превращение из гадкого утенка в лебедушку не случилось. Грудь выросла минимальная, походка осталась пацанской. Упорно ходила в кроссовках и джинсах. Краситься, наряжаться тоже не тянула. И ни единого женского хобби до сих пор себе не завела. Больше всего любила гонять на машине. Едва исполнилось 18, пошла в автошколу. Преподаватели говорили, что впервые видят девушку, кого реально интересует устройство автомобиля. Вождение она сдала единственная из группы с первой попытки. Триумфально явилась домой с новенькими правами. Иван Олегович изумился. «А говорили, сейчас без взятки невозможно». «Или ты заплатила?» – нахмурилась Ольга Егоровна. «Откуда у меня деньги?» – пожала плечами дочь. И Рубка произнесла. «Теперь машина нужна. Хотя бы простенькая». Инструктор сказал, иначе я быстро водить разучусь. «Интересное заявление», – поджала губы мама. «В 18 лет уже машину ей подавай». «Мне родители в свое время сказали, хочешь кататься – иди и сам зарабатывай. Я и заработал к 30 годам», – подхватил отец. «Ну, у девушек есть вариант полегче. Можно замуж удачно выйти», – хмыкнула мама. «Но ты ведь к этому не стремишься?» «Я вас поняла», – вздохнула Саша. «Значит, пойду на работу». «Вместо учебы?» – неодобрительно прищурился отец. «Нет, буду совмещать». Инна нанялась кидать в почтовые ящики бесплатные газеты. Каждое утро убегала из дома в пять утра. К восьми ноги гудели. Хотелось не в институт, а поспать. Но родители бдили, гнали на лекции. Однако через пару месяцев смилостивились. Испугались, наверное, что она институт бросит. И подарили на день рождения восьмерку. С битым крылом и вообще сильным БУ. Но машину. Ее собственную. Первую. Самую красивую в мире. «Опыта у тебя никакого. Поэтому ездить будешь только со мной», – предупредил отец. Сама Саша считала, что уже водит куда лучше, чем отец. Тот свою машину всего за год вдоль и поперек расцарапал. Но благоразумно промолчала. Пока папа сидел рядом, она разыгрывала из себя трусиху и паиньку. Останавливалась в метрах в пяти до стоп-линии. Видела далеко на встречный грузовик, пищала и сразу жала на тормоз. «Смелее», – командовал отец. И, кажется, искренне верил, что именно он научил дочь ездить. Хотя знал бы наивный, насколько сложно Саше было смирить характер. Прикидываться ответственно и осторожно, не превышать и не подрезать. Лучшим днем в ее жизни было, когда, наконец, одна на своем авто выехала в город. В автошколе девчонки пугали. Будет просто ужасно. Новичка все учить норовят, а женщин за рулем вообще травят. Но с Сашей ничего подобного не случилось. Наоборот, сама начала с первого дня на дороге объезжать справа с копища болванов на светофоре и стартовать на секунду раньше всех. Мужики, это правда, бесились. Кто мог, потом обгонял, подрезал. Но реальных аварий не провоцировали. Или это просто она от столкновений легко уворачивалась. Саша смеялась, когда видела на дорогах типично женские машинки с мягкими игрушками, брелочками и наклеечками. Лично она считала, настоящее украшение для автомобиля – новые свечи, хорошее масло и качественный бензин. А главное – скорость, скорость. Любовь погонять обходилась в копеечку. Женские журналы уверяли, что гаишникам платить не нужно. Достаточно похлопать глазками и нежным голоском попросить о пощаде. Саша однажды попробовала, но мент лишь расхохотался. Овечку из себя не строй, на радаре почти двести километров. Я задумалась. Взглянуть виновата. Облизнуть губы. Но гаишник взглянул равнодушно. Будем лишение прав оформлять. И она вытащила кошелек. На штрафы и на бензин родители ей денег не давали. Поэтому Саша чуть не с первой самостоятельной поездки начала бомбить. Поначалу брала только дамочек. Постепенно осмелела, стала и возле мужиков останавливаться. Пока везло, грабители не попадались. А насильников она, похоже, не интересовала. И вообще, врут, что у таксиста работа собачья. Саше, наоборот, нравилось. Узнаешь город, оттачиваешь мастерство, зарабатываешь деньги, да еще и с интересными людьми общаешься. И сегодня, после утреннего скандала с родителями, Саша решила, в институт она не пойдет. Какой смысл сидеть на лекции, когда плечо болит смертельно и настроение на нуле. А вот на промысел отправиться можно. За рулем хотя бы отвлечешься. Для разминки пару раз объехала округу. Подвезла двух за сонь до метро. Малую денежку срубила. Третьим заказом оказался молодой нервный клерк. Рубашка мятая, взгляд дикий. Открыл дверцу, заорал, будто она глухая. «Да по Велецкой за сколько доедем?» «Двести рублей». Цены 2001 года. Клерк завопил еще громче. «Я про время говорю!» «На метро будет быстрей», усмехнулась Александра. Парень испуганно покосился на толпу, мрачно бредущую к подземке, и быстро запрыгнул в машину. За то, что не давал советов, когда переключать сцепление и тормозить, Саша довезла его секретным путем в объезд пробок. «Молодца!» – похвалил парень. «Личным водителем ко мне пойдешь на полставки?» Александра взглянула искоса. «Неужели кадрица?» «Увы, лицо совсем равнодушное». «Нет, мне постоянная работа не нужна», – покачала головой. «Как хочешь». Швырнул на приборную панель две сотни, и был таков. А она долго смотрела парню вслед. Тот бежал к блестящему мраморно-зеркальному зданию. Бизнес-центр на Павелецкой. Для однокурсниц – любимое место охоты на женихов. Специально подкупали охранников, чтобы просочиться в столовую, пострелять глазами в сторону молодых банкиров. «Думаешь, татуировка тебе поможет?» Саша прямо услышала издевательский мамин голос. «Ладно, плевать». Развернулась и поехала к вокзалу. Возле бизнес-центра утром все равно ловить нечего. В ряды мафиозных таксистов Александра, разумеется, не совалась. К счастью, многие пассажиры с ними тоже предпочитали не связываться. Выходили на дорогу чуть в сторону и голосовали. «Вот и сейчас повезло. У обочины волосатый, похожий на хиппаря, Чудик. Машет рукой. Смешно, как в фильмах про Париж». Саша остановилась. Чудик боязливо заглянул в пассажирское окошко. Строго вопросил. «Ты нелегалка?» Она не удержалась, фыркнула, но ответила без тени иронии. «Ой, yes. I am a godmother. The queen of the crime. Ага. Я крестная мамаша, королева криминала». Александра уже возила иностранцев и знала. Шуток, да еще про зловещую русскую мафию, они не понимают совершенно. Сейчас шарахнется, как от огня. Однако волосатый оказался не из пугливых. Сбегать не стал, но голос сделал еще строже. «I mean not you, but your taxi. Is it illegal?» «Я имею в виду не тебя, а твое такси. Оно нелегальное?» «Ох уж эти иностранцы! Обязательно им шашечки подавай!» Саша улыбнулась. «Зато я довезу вас вдвое дешевле!» Аргумент хипаря убедил. Сел в машину, немедленно пристегнулся. Неодобрительно покосился на Сашу. У нее ремень безопасности был только накинут, чтобы гаишники не цеплялись. И первым делом, как все чужеземцы делают, похвалил ее блестящий английский. «Да бросьте вы!» Отмахнулась девушка. «Минимальный словарный запас, как у обезьяны!» Но волосатик продолжал смотреть с восторгом. «Я часто ездил на такси, и ни один из московских водителей не говорил так, как вы!» «Я и не водитель!» «Я студентка!» «Да вы что!» Голубые глаза пассажира заблистали восторгом. «Студентка? А что изучаете?» Саша давно подметила, иностранцы, что дети. И те, и те ведут себя одинаково. Все им интересно, все вновь. Институтом своим Александра совсем не гордилась. Выбрала, куда поступить проще, и где учеба не тяжкая. А как сейчас бы хорошо прозвучало МГИМО или МГУ. Но ей пришлось бормотать почти виновата. Институт массовых коммуникаций. «В России есть такой институт?» «Удивительно, просто удивительно!» Продолжал горячиться иностранец. «По лицу видно, не врет. Любопытно ему в самом деле. А что изучаете?» В его глазах светился настолько искренний интерес, что по неволе хотелось впечатлить, поразить. Только хвастаться нечем.